Это дело проходило под грифом «Секретно». Никакой информации в интересах судебного следствия не сообщалось. Однако известно, что для дачи показаний в качестве свидетелей в Шимкент этапировали некоторых осуждённых лиц по делу Тахтара Тулешева. Именем Республики Казахстан объявляется приговор Иргибаеву Руслану Серегпаевичу. На скамье подсудимых 35-летний шимкентец Руслан Иргибаев ранее. Он уже был судим за грабёж, но эта судимость полностью погашена. В преступной группировке, созданной пивным королём, Иргибаев выполнял второстепенную роль, будучи рядовым исполнителем. В процессе следствия дело в отношении Иргибаева было выделено в отдельное производство, а затем приостановлено в связи с болезнью. Врачи обнаружили у Иргибаева онкологическое заболевание. После принесённой операции Иргибаев предстал перед судом уже в Шимкенте, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. При этом суд он являлся самостоятельно. На период следствия Иргибаев находился под залогом. Дело рассматривалось более двух месяцев, и вот вердикт. Иргибаев Руслан Серпаевич, признать виновным по статье 268, статье 125, части 3, пункт 1, статье 107, части 1, старой редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан, с учётом смягчающих обстоятельств, чистосердечного признания, раскаяния, активного содействия следствию, с применением статьи 55 назначить наказание сроком 3 года лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Суд признал Иргибаеву виновным в соучастии в бандитизме, похищении человека, истязании. При этом во всех данных преступлениях он был замешан в незначительной мере. Иргибаев являлся водителем автомобиля, на котором передвигались охранники Тулешева. Они-то непосредственно и совершали похищение и истязание неугодных Тулешеву лиц. В отношении Иргибаева суд ограничился назначением наказания ниже низшего предела. Столь мягкий приговор, 3 года лишения свободы, в Южно-Казахстанском специализированном уголовном суде, вынесен впервые за всю практику этого суда. Как известно, тактар Тулешев, признанный виновным в 16 тяжких преступлениях, проведет в колонии 21 год. Его приближенные и основные соучастники, многие из которых занимали высокопоставленные должности в силовых структурах, также получили длительные сроки. В то же время ряд фигурантов по делу Тулешева, игравших незначительные роли, были осуждены с применением статьи 55 и получили сравнительно небольшие сроки, либо условное осуждение. Приговор в отношении Иргибаева еще не вступил в законную силу.